бесплатно с рядом с поликлиника у нас по крайней мере есть аптека хорошенькая здравствуйте дорогие любители нашего канала здесь сегодня в кепочке уже на вершине мира все поднялась ой холодно правда сидеть на этом амбитории неделю же не ходила мелкие на больничном был куда я с кем оставлю низким поэтому не ходила всегда с утра хожу знаете потом днем простите попу свою не поднимешь не знаю кто я точно нет все показать вам красоту ж вокруг красота то какая лепота вот она эта циферка 500 уже спускаться начала звуки здесь такие звуки кто-то знаете как будто бегает по лесу я всегда боюсь а это там просто белочки и птички смотрите даже смотрите что есть вот такие вот орешки пока никто не ходит запишем с вами видео а то сейчас студенты пойдут какая у нас сегодня как говорится история история детская медицина ну так как мы болели но решила на эту тему буду рассказывать только здесь то что в ужасе кто подписан на мой инстаграме видел я фотки выставляла какая здесь поликлиника короче даже внутрь когда заходишь в саму поликлинику там стены расписаны представьте этими графики ну короче еще то удовольствие а расскажу как мы ходили все расскажу а вы сами уже решайте девочки кто в сербии вы мне напишите у вас так не так ну кто в россии сравните то есть электронной записи здесь у нас никакой нет как в россии ну я не знаю может быть у нас и тем более мы вообще очень не знаю как он так меня поставить чтобы вот может быть это у нас только из-за вужицы в мы вообще прописаны но варши по идее мы туда должны были к врачу мы уж не поедем из-за того что там вот в понедельник мне ребенка сказали что у него там сополь сопли каши и попросили забрать а чтобы вернуть как и в россии естественно нужно справочка тихо простите у меня тут о рука слетела нужно справочка дорогие мои вы меня видите нет попробуем спуститься но опять же я на вас смотреть тогда не буду ладно сейчас спущусь куда-нибудь присяду холодно там сидеть и поговорим пришли там есть я не не регистратура есть слово регистратура но мы заходим в каком-то другой кабинет там сидят как две медсестры я так понимаю как секретари они забирают вот эти медицинские личные карты забрали медицинские личные карты что-то там записали мы выходим на целый час и ждали ну хорошо что холл такой большой но все равно дети бегают прыгают и больные не больные но которые сильно больные смотрел они там закуточки сидели кстати чуть-чуть отойду от темы у нас серби корона возвращается но по крайней мере так сказали говорят масочки теперь носить надо если неделю назад мы еще вдвоем могли короче зайти сейчас пустили только одного но спросили то мама или папа и вообще масочку надо было одевать ну вот студенты пошли не будем мешать людям гулять по утрам так в общем вызвали нас зашли все то же самое посмотрела спросила единственное нету секретаря нету секретарь я говорю о медсестры которая все записывает врач писала сама на компьютере но сейчас наверно тоже в россии врачи сами хотя мы когда ходили с ясей еще в нашу поликлинику врач диктовала и медсестра записывала но у нас еще барнауле эти бумажные карты а здесь такого нет ну хотя наверно тоже отменили девочки напишите когда же три года назад я последний раз была в барнауле у врача поэтому сейчас может быть тоже отменили здесь все электронное на бумаге нам ничего не писали на бумаге нам а даже рецепт все девочки извините сейчас расскажу подробно опять отвлеклась все она там написала ингаляцию прописала буримед на бэк название не буду сейчас просто не вспомню дома лежит и такая сказала что он бесплатный вот какие-то лекарства детям дают бесплатно с рядом с поликлиника у нас по крайней мере есть аптека наверное вот как государственные у нас называют в россии есть аптека не рецепт ничего она не выписывает она просто вносит вот эту личную медицинскую карту арсения и горит все по номеру там короче в компьютере у них высветится мы тут же зашли сказали какое лекарство у да у него и светилась что перечь арсению такое лекарство дали эту личную его карту она посмотрела что все сходит и и да ладно ну а физраствор конечно мы покупали только лекарства нам бесплатно я помню кстати в прошлый раз как-то в прошлом году он болел на жаропонижающий нам бесплатно антибиотики даже давали то есть здесь такое может быть по личной карте это медицинской до медицинский полис вот по медицинскому полису не котелек лекарства идут бесплатно но их вот надо брать в определенных аптеках у нас это аптека рядом с поликлиникой ну наверное везде так я просто не буду утверждать девочки из других регионов сербии напишите мне ну и все как бы сказали идите лечитесь и на этом все закончится у нас не было ничего серьезного поэтому до этого в прошлом году когда мы серьезно прям что-то болели болели нас пульмонологу отправляли но он здесь без этот платный мы к платному ходили так что если вам не нравится бесплатная медицина сербии ради бога берите денежку например пульмонолог точно могу сказать одно посещение 3000 динар стоит если что знать это в нашем регионе наверно в новом саде белграде там еще дороже намного медицина но даже в нашем регионе в ужасе 3000 пульмонолог ну и то и другие я думаю специалисты тоже около этого так что если что лично у нас в ужасе есть все специалисты просто если в бесплатной нету идем как говорится в платную ну вот неделю мы пролечились вроде легче стало и вот вчера ходили опять к врачу все то же самое но мы пришли наверное часов в пять у них обед был представьте у них обед в одно время у всех реально никого не было единственный секретарем они опять взяли нашу медицинскую личную карту эту записали номер рассказали к семи часам придите и семи начнется прием там ну или перед нами муж когда перед нами много людей не знаю как они высчитали сказали к семи придите и то это не время как как у нас в россии талончик не это не талончик просто придите к семи а там если что мы вас вызовем кстати даже пораньше пришли и все и они извините обедали им я не знаю правильно я считаю это правильно все скопом ушли все скопом пообедали потом все скопом вернулись я считаю это правильно вы мне напишите правильно неправильно и все мы пришли опять мы там играли бегали опять много детишек уже но мы где-то пол седьмом подошли извините мой ренит меня чуть-чуть достает но уже легче кстати дожди прошли отвлеклась немножко девушка проходила стесняюсь немного пойду и чтобы людей тоже не стеснять мало ли что сидит непонятное так сказать существо еще и на непонятном языке бормочут что-то все равно русский от сербского языка отличается и все равно им кажется что то тут я непонятное говорю так продолжим опять сбилась мысли и все мы пришли ну мы где-то после маму пришли и нас минут через десять вызвали уже так быстро но муж уже один я повторяюсь муж один у нас тут почему-то корона говорят возвращается поэтому аккуратно мальчики девочки что у вас там говорят подруги кстати звонила в краснодар тоже сказал какой-то там вирус у них уже новый придумали ну ладно не будем от темы и все то же самое муж на минуты две три был и уже со справкой приходит ну то есть я так понимаю здесь медицина тоже сильно не напрягается как в россии да когда там за маленькое время надо принять там 200 человек бедному этому педиатру ну вот здесь также кстати работал вечером только один педиатр хотя там на 34 должно быть пошла мы в разное время ходили в разные так сказать двери заходили поэтому я так понимаю там педиатры тоже сидят и все время как бы у нас разные педиатры были но вот вечером почему-то один но детишек тоже не так сильно было много ну может человек 10 может быть попозже подошли бы но так и все и тут же нам выписали справку в детский садик то есть вот такие вот у нас получились приключения я так понимаю если сравнивать с россией с барнаулом один в один вообще приходишь посмотрели ну жив здоров все или там посмотрели кашляшь чихаешь что-то прописали неделю полечились хотя у нас в россии по три дня через три дня надо прийти опять провериться здесь вот нам дали неделю и вообще на сказать что это пять дней нужно пользоваться потом приходите проверим если у вас там сопли или нет если есть дальше будете делать ингаляцию если все нормально мы вас выпишем не знаю вчера выписали сегодня ребенок еще подкашливал опять девочки проходили я вам говорила здесь у нас внизу медицинская школа у нас садик находится медицинской школе поэтому будущие медики здесь все время ходить бродить ну вот такой небольшой рассказ вам рассказала просто как говорится по горяченькому так что по сравнению с россией вообще никакого отличия в детской медицине я не заметила но опять же видите у нас есть медицинский полис этот по мужу у меня муж работает официально и медицинские карточки ну вот эти вот полисы медицинские у нас все семьи есть поэтому девочки видите у кого и муж русский мама там русская но мама папа русский поэтому я не знаю честно как у вас там какая медицинская страховка что она покрывает что не покрывает у нас вот эта медицинская страховка прям как у жители сербии а тем более арсений родился в сербии он вообще гражданин поэтому медицинская страховка у него вот как у гражданина вы напишите девочки у кого здесь дети родились но вы русские как у вас вообще бесплатно выходите у вас покрывается что-то не покрывается или все-таки в платную надо ходить мне это интересно у меня пока кстати не было медицинской страховки я в платную ходила даже беременность я начинала в платной клинике но рожала уже бесплатно мне сделали страховку муж сделал я уже рожала в бесплатном роддоме так опять немножко у меня отклонение я все у меня тоже может спокойно ходить пожалуйста если заболеет также мы можем к врачу сходить также у нее будет все действовать как и у арсения хотя она не рождена в сербии но вот я говорю то что у нас папа серб по его медицинскому полюсу мы все имеем такие вот сербские так сказать медицинские полюса но если правильно говорю карточки эти здесь пластиковые они хотя у нас россии тоже уже от бумаг перешли на пластик так что слава богу мне кажется это удобно она не мнется не гнется пришел маленькая карточка подал и все ну что дорогие мои спасибо вам за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик будет еще много много интересного а я с вами прощаюсь большой осенний и сегодня кстати солнечный привет вам от о лесе перич и западной сербии